Эфир своего ТВ продолжит программу Актуальное интервью. Меня зовут Анна Харунжева. Здравствуйте. В Краевом министерстве дорожного хозяйства прошло совещание межведомственной рабочей группы по вопросу внедрения интеллектуальной транспортной системы на территории региона. Все мероприятия ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подробнее обсудим эту тему сегодня. В студии у нас Александр Ротов, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, и Виталий Кишкинёв, первый заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя. Александр Александрович, Виталий Иванович, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Расскажите нам, пожалуйста, что такое интеллектуальные транспортные системы. Это что-то из будущего? Интеллектуальная транспортная система представляет из себя совокупность телематических, телекоммуникационных систем, подсистем, и представляет собой как периферийное оборудование, установленное на уличной дорожной сети города, на дорогах регионального и межмуниципального значения, так и Центр обработки данных и совокупность всех инженерных и коммуникационных систем. А когда планируется введение? На сегодняшний день мы приступили к реализации этого проекта. Все мероприятия выполняются в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сроки реализации соглашением с Минтранцем, с Росавтодором определены. Мы начали эту работу в прошлом, в 2020 году. В прошлом году разработали проектно-сметную документацию, в этом году приступили к ее реализации. Согласно паспорту регионального проекта и федерального проекта, мы должны обеспечить ее внедрение до конца 2024 года. Сейчас по краю еще нигде не работает? Не в Ставрухоле? Или уже есть какие-то, может быть? Часть подсистем, которые входят в ВТС, нами уже запущены. Это автоматические пункты весогабаритного контроля. Уже четыре мы в прошлом году установили. Это комплексы фото-видео фиксации. Это что касается региональных дорог. Кроме того, установлены динамически информационные табло, направленные на информирование водителей, в том числе о проводимых нашими силовыми структурами госавтоинспекции, о каких-то профилактических мероприятиях, будь то скорость или внимание детей и так далее. Также туда будет выводиться информация о погодных условиях, о возможных азоторовых ситуациях, о тумане и так далее. То есть эта работа уже начата, уже часть подсистем запущена, но работа еще предстоит большая. То есть мы на сегодняшний день только в начале пути. Наверное, в других регионах, таких может быть, как Москва и Санкт-Петербург, уже работают эти системы. Берем пример с них? Естественно, эти системы уже работают и в столице, и в городе Санкт-Петербурге. Очень показательный пример Казани, Ростов-на-Дону, Белгород в этом плане очень впереди всей страны. И мы стараемся равняться, и проводили совещания, и ездили перенимать опыт, в том числе с Виталием Ивановичем, и в Ростове были. То есть смотрим, как это работает, нам есть к чему стремиться и куда стремиться. Хорошо. А в рамках какого нацпроекта ведутся данные мероприятия? Как я уже сказал, работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». То есть сам национальный проект подразумевает под собой не только повышение нормативного состояния дорожной сети, не только устройство нового покрытия, пешеходных переходов и так далее, но также и внедрение интеллектуальной транспортной системы. Это регион, это федеральный проект? Это федеральный проект, это национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». И в рамках этого федерального проекта существует региональный проект, который мы на уровне региона реализуем. Давайте подробнее про бюджет поговорим. Как раз федеральный бюджет выделяется ли или только региональный, в каких процентах и вообще на что распределяется? Основные средства направлены из федерального бюджета. Без федеральной поддержки эту работу региону трудно было бы осуществить. Значит, соответствующее соглашение заключено с Министерством транспорта. Общий бюджет на сегодняшний день предполагает выделение в течение ближайших трех лет 300 миллионов рублей. По 100 миллионов ежегодно. Значит, регионам данный межбюджетный трансферт направлен на реализацию мероприятий в ядре агломерации в городе Ставрополье. Соответствующее соглашение с администрацией заключено. И на сегодняшний день, то есть это порядка 300 миллионов рублей на ближайшие три года. Виталий Иванович, вопрос к вам. Дополните, пожалуйста, что-нибудь по теме. По теме, значит, на сегодняшний день проект у нас находится в стадии работы. То есть сегодня мы уже данным проектом реализовали пять светофорных объектов. Вот сегодня с утра мы пятый закончили. Это у нас улица Казачья, Голенева. И мы перешли на улицу Доваторцев. То есть данным проектом у нас победителем конкурса определён Паворостелеком. То есть они генеральный подрядчик, который занимается именно реализацией ТС в городе Ставрополь. На данный момент работы ведутся. Светофоры установлены. В этом году мы установим 14 светофорных объектов. Это два у нас находятся на проспекте Карломаркса, Голенева Карломаркса и Казачьего Карломаркса. Остальные светофорные объекты будут установлены на улице Доваторцев. От 45-й параллели до улицы Ленина. Так как Александр Александрович сказал, данный контракт разбит на три этапа. То есть до 2024 года. В этом общее количество светофорных объектов, их 54. В этом году мы делаем 14, в следующем мы делаем 15. И в 2023 году мы заканчиваем данный проект. Также данным проектом предусмотрено у нас создание центра обработки данных города Ставрополя. Он у нас будет, так скажем, минимален, а более укропненный уже создан на базе Министерства дорожного хозяйства. То есть мы будем обмениваться данными, а Министерство уже будет передавать данные в Федерацию. Также мы уже приступили к ремонту нашего ЦУДД. В сентябре месяце мы ремонт закончим. Срок окончания первого этапа у нас стоит 30 октября 2021 года. То есть мы должны оборудовать ЦУДД для того, чтобы мы в первых числах ноября месяца уже полноценно первый этап запустили. И могли видеть наши улицы, наши перекрестки уже, так скажем, в онлайн-режиме. То есть вот к этому мы стремимся. Пока мы идем в графики, пока все получается. Слава Богу, как бы все хорошо. Что касается... Дальше, если поговорим о перекрестках. То есть вот мы начали с тех перекрестков, которые у нас находятся в очагах аварийности. Вот первый перекресток у нас оборудован Голенева Карла Маркса. Почему? Потому что последнее, наверное, на протяжении 4-5 лет он является у нас очагом аварийности. Как бы мы там не пытались что-то сделать, там разметкой, ну так скажем, средством организации дорожного движения, все равно аварии происходили. Поэтому мы сейчас в первую очередь установили данный светофорный объект. Ну, на сегодняшний день, то есть он работает у нас в рабочем режиме уже порядка двух недель. Слава Богу, там аварий нет. Да, у нас там немного увеличилась пробка, так скажем по-русски. Связано это с тем, что мы или мы смотрим на ДТП, или мы смотрим на проезд. То есть мы разгрузили данный перекресток. Поэтому, но когда мы сейчас уже войдем именно в эту программу, когда мы будем видеть онлайн, то есть эта программа для чего создана, мы почему пошли этим путем. Именно суд мы хотим в первую очередь ввести. Для того, чтобы мы в реальном времени видели, что у нас происходит на перекрестках города Ставрополя. У нас в эти три года включены перекрестки основные магистрали. Это улица Даватор, проспект Кулакова, Ленина, Мира, Лермонтово, въездные группы, Чапаевский проезд, Старомаревское шоссе. И затрагиваем мы основные перекрестки юго-западного района. Это 50 лет в ЛКСМ Тухачевского, 50 лет в ЛКСМ, 45-я параллель. Для того, чтобы мы видели и в режиме онлайн мы уже могли или вручную, или автоматически, то есть работать с этими перекрестками и улучшать пропускную способность. Также у нас данной программой будет предусмотрено, так скажем, суточные режимы. Их может быть 4-5, это час пик утренний, это обеденное время, это межпиковое время, это час пик вечерний. То есть эти светофорные объекты будут настроены именно теми режимами, когда то ли въезд в город, то ли выезд из города, то ли со спального района выезд, то ли въезд. То есть мы сейчас это все мониторим, мы сейчас это все смотрим. То есть режимы уже потихоньку начинаем разрабатывать для того, чтобы потом это все уже воплощать, когда мы зайдем в ЦОДД, уже это воплощает все в реальность. — Спасибо большое за такой подробный ответ. Но вот вы не раз упомянули светофоры, скажите, они будут чем-то отличаться от обычных светофоров? — Светофор, ну, он отличается визуально, да, он будет с обратным отчетом, он будет плоским, ну, так скажем, какие-то новые технологии, можно сказать. Основное отличие — это идет контроллер. Контроллер, который мы его не видим визуально, да, он находится в коробке, но всем управляет он. Контроллер, детекторы плюс камера видеонаблюдения. — В самом светофоре будет? — Это будет, да, над светофором это все стоять будет, да. То есть детекторы, это будет, они у нас будут считать потоки транспортные в том или ином направлении. Камеры, мы это будем видеть на видеостене, которая будет установлена в центре обработки данных. То есть это визуализация, которую мы будем наблюдать ежесуточно. То есть у нас уже утверждается штатное расписание на ЦУДД, у нас там будет находиться круглосуточно дежурные, инженеры. То есть мы будем все перекрестки видеть круглосуточно и будем уже в режиме онлайн управлять данными перекрестками и видеть, что происходит. То есть если мы, то есть очень удобно для зимнего содержания уличной дорожной сети, то есть если у нас идет уборочная техника, то мы можем включить в ЖМ какую-то магистральную улицу, они пройдут свободно. Или там какие-то другие вопросы там связаны со скорой, с пожарными машинами, то есть со спецтехникой. Ну знаете, это замечательно, мне кажется, нашим дорогам это действительно необходимо и это повысит безопасность. А вот помимо безопасности, Александр Александрович, вообще вот цель, наверное, основная все-таки это безопасность, да, введение? Да, основная цель это безопасность, потому что у нас 196-м федеральным законом безопасности дорожного движения предусмотрен приоритет жизни и здоровья граждан над любыми результатами экономической деятельности. Это будет не только транспортная безопасность, да, ну, как Виталий Иванович сказал, но и общественная безопасность, то есть это и мониторинг ДТП, да, там возникновение чрезвычайных ситуаций, да, каких-то... Возможно, даже предотвращение их, если это видеть онлайн нужно будет. Да, и как сказал Виталий Иванович, будут установлены и датчики транспортного потока, да, которые будут считывать интенсивность транспортных средств. Все эти мероприятия по автоматизированной системе управления дорожным движением будут реализованы на базе администрации города Ставрополя. В дальнейшем вся эта информация будет аккумулироваться в центре организации дорожного движения уже министерства, его подведомственного учреждения. Мы такой филиал выделили в подведомственном бюджетном учреждении Стававтодор. Вот на сегодняшний день он уже работает, уже осуществляется закупка модулей, подсистем, программного обеспечения. И как только в конце этого года городом будет реализован первый этап, то есть будет налажено информационное взаимодействие, в том числе и на посредственном соглашении. И передача данных, как предполагается на федеральном уровне, аккумулирование всех ИТС регионов у себя. То есть муниципалитет передает в регион, регион передает в федерацию, федерация видит все на уровне каждого субъекта, на уровне каждой городской агломерации. Давайте подробнее как раз поговорим про единую платформу управления. Это, наверное, то, о чем вы сейчас упомянули, верно? Да. Именно так. Единая платформа управления транспортной системой представляет собой модульную подсистему. То есть у нее это набор программного обеспечения и ядра интеллектуальной транспортной системы. Значит, будет установлено на серверном оборудовании и будет дополняться различными модулями подсистемами по мере необходимости и по мере растущей потребности, соответственно. Да, это будет как модуль координированного управления, модуль автоматизированного системы управления дорожным движением, модуль фото-видеофиксации, модуль контроля транспорта, весогабаритного контроля в том числе, значит, метеомониторинг, экологический мониторинг, модуль управления динамическими информационными табло, знаками переменной информации. Значит, и вот единая платформа, она будет представлять из себя вот это вот ядро, на которое будут уже насаживаться модули и так далее. Ну, я так поняла, нововведение действительно такое очень масштабное и до 24-го года, вы сказали, да, идет? До конца 24-го года, на сегодняшний день, да. Вот Виталий Иванович сказал, что в 23-м году заканчивается действующее соглашение между Министерством дорожного хозяйства, между субъектом и Федерацией. Соответственно, и на этот же срок заключено соглашение с администрацией города Ставрополь, и на этот же срок заключен муниципальный контракт. На 24-й год, то есть когда это соглашение будет подходить к концу, когда его срок будет истекать, то есть будет заключаться еще одно соглашение, ну, соответственно, на дальнейший период. Ну, хорошо. А вот на этот год что запланировано сделать до конца этого года по этой программе? По этой программе, значит, вот Виталий Иванович сказал, да, часть светофорных объектов мы обустраиваем, устанавливаем датчики транспортного потока, устанавливаем еще два пункта весогабаритного контроля на региональных дорогах. Они идут также в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры». Этот модуль включен под программу ИТС, но идет отдельно за региональные средства. А Виталий Иванович, расскажите, пожалуйста, подробнее про конкретно вот оборудование, какое будет закупаться? Оно уже закуплено. Уже закуплено. Оно уже закуплено, да, оно находится у подрядчика на складе. То есть мы каждую ночь работаем, то есть днем мы не выполняем эти работы. Почему? Потому что, ну, это перекрестки, это безопасность дорожного движения, это... То есть мы в ночное время выходим, когда уже транспортные потоки у нас спадают, мы выходим в 10 вечера и работаем до 6.00. Оборудование какое уже закуплено, уже на складе, это светофорные объекты, это контроллеры, это детекторы, это камеры. Ну и, естественно, для наполнения нашего, так скажем, мини-цода, это подсистемы, координаторы и так далее, и так далее. То есть рабочие места, видеостена. То есть мы сейчас этим занимаемся, мы сейчас делаем ремонт с оснащением этого всего. То есть это будет даже специальное какое-то отдельное здание или офис? Это специальное будет отдельное здание, да, оно находится на Адаваторцев 30, это будет у нас центр обработки данных, куда мы сейчас входим ИТС, а в дальнейшем, по поручению главы, мы будем развивать, то есть не только светофорными объектами, мы хотим туда включить коммунальную технику, чтобы мы видели, что у нас происходит в зимнем содержании. И дальше, то есть это будет до оснащения этого центра обработки данных, чтобы мы туда всю коммунальную технику мы должны видеть круглосуточно на мониторах, мониторить, сколько она прошла, что она убрала, где она была. То есть, ну, такие моменты. Соответственно, вы, наверное, будете новых специалистов набирать. Специалисты у нас уже набраны, да, уже набраны, они, то есть они специалисты наши, да, там пару специалистов мы новых наберем. На данный момент они проходят у нас обучение, два инженера, чтобы заниматься вот именно этой программой. Программа новая, мы ее изучаем, но по мере, так скажем, возникновения каких-то вопросов, все интереснее, интереснее, интереснее становится. Поэтому мы отправили двух специалистов на обучение, но они онлайн обучаются. Поэтому уже к октябрю месяцу, то есть сентябрь у них заканчивается, к октябрю месяцу они будут уже у нас квалифицированы под интеллектуальную транспортную систему. Ну, я так понимаю, что если все время круглосуточно будет идти запись, это какой-то большой объем информации должен где-то храниться? Да, это будет серверное, это на сервере будет храниться, также она будет храниться как у нас, так и у Министерства дорожного хозяйства подведенного своего предприятия. Да, это будет храниться, мы пока, я не могу сказать, сколько это будет по времени, может месяц, может год, то есть это уже в дальнейшем, там программы эти. Поэтому это будет храниться, также это будет очень удобно для рассмотрения ДТП, происшедших на перекрестках для сотрудников ГИБДД, то есть это будет для безопасности, то есть все машины, которые будут проезжать через перекресток, они будут видимы, так скажем, они будут все зафиксированы. И что самое, вот при изучении ЭТС мы будем видеть, откуда, куда движется тот или иной поток. То есть если мы, там выезжает с улицы, не знаю, там, ну скажем, Тухачевского, да, то есть мы, то есть эта система может отмониторить, и мы можем понять, какие машины куда едут, в какое время. И когда мы проведем этот мониторинг, то есть мы уже сможем настроить светофорный объект так, чтобы трансподителям было удобно, мы будем понимать, что, допустим, там в 7.30 поток идет там с перспективного такой-то, потом в 7, там, в 8.30 он идет уже с другой стороны. То есть мы будем уже там контроллер забивать такие режимы, чтобы было удобно выехать в то ли иной район улицы или... Ну, не будем отрицать, все-таки в Ставрополе, наверное, как и в любом городе, проблема пробок, она существует, она достаточно существенная, извините за тавтологию. Как-то это поможет решить вообще вот эта система? Ну, знаете как, если мы идем путем реализации именно ИТС, да, то есть 300 миллионов, и если мы будем смотреть на другие какие-то решения, да, по реализации каких-то решений, там, допустим, какие-то развязки, там и так далее, но эта сумма, она несопоставима, да, то есть если мы возьмем одну развязку, она стоит очень больших денег. Здесь мы хотим малой кровью как бы улучшить ситуацию на улицах нашего города, но мы должны понимать, что мы сейчас это все сделаем, да, это улучшится, но это не будет, что мы сейчас на перекрестке останемся там один и куда-то уедем, да. То есть это в любом случае улучшится, почему? Потому что мы сейчас в ручном режиме пытаемся где-то настроить, то есть у нас стоят там сотрудники, которые все это считают, ну, по старинке, так скажем, там, карандашиком ставят тетрадки где-то, там, палочки, откуда-куда едет, но это все, это невозможно все просчитать вручную. А это машина уже, которая просчитает, и мы будем понимать потоки откуда-куда, в какое время и так далее. В крайнем мере, да, но мы очень надеемся и к этому идем, чтобы, естественно, улучшить как пропускную способность, ну и в первую очередь это безопасность. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, как вы взаимодействуете с федералами? С федеральными органами власти, вот в рамках интеллектуальных, развития интеллектуальных транспортных систем, значит, на сегодняшний день на уровне правительства Российской Федерации, Министерства транспорта разработана концепция внедрения интеллектуальных транспортных систем, обозначены уровни, то есть нулевой, базовый, начальный, продвинутый. В соответствии с каждым уровнем этой концепции определены те или иные показатели, которых мы должны достигнуть относительно, там, 22-го, 23-го, 24-го года. Проект этой концепции был направлен в регионы, изучили, мы в том числе рассмотрели на заседании рабочей группы, выдвинули свои предложения, направили, то есть сейчас это все будет аккумулироваться. На уровне Министерства транспорта, его учреждения, там, и Росавтодора, и Росдорни, и Федерального хозяйственного учреждения дороги России. Те мероприятия, которые будут выполняться по мониторингу дорожного движения, в части местных автомобильных дорог эти сведения будут передаваться в региональный ЦОД. Значит, в региональном ЦОДе также уже есть специалисты, которые отвечают, будут отвечать и уже отвечают на сегодняшний день за обработку информации. В том числе нам интересна не только городская агломерация, не только город Ставрополь, но и транспортные потоки в целом по краю. То есть это перемещение грузов, перемещение пассажиров между нашими центрами муниципальных образований, муниципальных округов, городских округов. Значит, также мы предполагаем установку детекторов транспорта на региональных дорогах. И на основании этих данных, да, то есть на сегодняшний день первостепенная задача, да, как и для любого начинания, да, это накопление и получение как можно большего количества информации, да, и уже эту информацию пользоваться в той или иной там мере, в том или ином направлении. Также и здесь, да, то есть нам необходимо на сегодняшний день понимать все пассажиропотоки, все грузопотоки, все транспортные потоки, то есть не только по количеству транспорта, но и по разделению этого транспорта на категории, если это легковой, большегрузы, автобусы, там, большой, средней, малой вместимости. Да, и в том числе это поможет в дальнейшем при, как при содержании, ремонте дорог, да, также это будет отслеживаться и состояние дорожного покрытия, но также позволит планировать, да, уже в более глобальном смысле стратегию развития региона, да, реконструкцию каких-то более напряженных участков, возможно, там, строительство каких-то отдельных участков в обход крупных городов и так далее. Большое спасибо, что пришли. Наша программа подходит к концу и большое спасибо, что вы делаете, потому что безопасность на дорогах – это архиважно. В студии у нас сегодня был Александр Ротов, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и Виталий Кишкинёв, первый заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя. Берегите себя и оставайтесь на своем. Продолжение следует...